всем привет дорогие друзья меня зовут сергей макаров я приветствую вас на своем канале стоп лось или форекс без цензуры сегодня у нас 27 июня и на повестке дня обзор по нескольким валютным парам первая валютная пара евро доллар на четырех часовом графике как обычно синие зоны выделено то время на которое мы делаем обзор здесь сейчас зрители поставлю синяя зона это две недели что мы видим что пара подошла к нижней границе нисходящего канала и пытается пробить на уровне 109 86 соответственно вариантов развития события здесь несколько вариант 1 свечи пробивают уровень 109 86 и уходят до 108 95 после этого возврат к каналу и только после этого уже достижение первой значительной цели 107 67 как вариант свечи доходят до уровня 108 95 и возвращается в зону поддержки сопротивления 1 10 53 1 11 46 и только после этого достижение цели 107 67 третий вариант развития событий это отскок от нижней границы канала при этом свечи скорее всего зайдут зону поддержки сопротивления до уровня 1 11 46 здесь возможно консолидация и дальше уже дальше уже за со свечами нужно смотреть либо они опять пойдут вниз до как и в первом втором случае либо здесь возврат к нижней границе восходящего глобального канала время покажет значит по евро доллару следим за уровнями 1 0 9 86 1 0 8 95 и 1 10 53 фунт так по фунту я переключусь на дневку для того чтобы показать каким образом построены на днев очки нисходящие каналы каналы практически параллельные раз разница в том что они проведены через разные точки вверх канала проведем через одно и ту же через один и тот же уровень 71 76 а вторая точка в зеленом канале через последний хай 1 49 97 а в красном канале через уровень 57 41 так на 4 часовку переключая все видим что сейчас свечи вплотную подошли и тестируют нижнюю границу зеленого да и красного собственно канала соответственно здесь вариант развития события следующий отскок от 31 17 в зону 38 52 40 60 после этого снижения до уровня 125 127 примерно в случае если свечи сразу пробивают канал нисходящий значит они идут до вот не нарисовал уровень здесь примерно у нас 11 28 значит и будто 128 возврат к границе канала и потом до 1 25 на следующем обзоре добавлю эту цену просто не добавил здесь примерно 128 так дальше австралийский доллар четырех часов очкам опять переключаясь на дневку чтобы показать каким образом поддержки сопротивления нарисована красная красный нисходящий глобальный канал по последним значимым так по уровню 05 77 и 094 13 соответственно нижняя граница параллельно верхний так локальный саппорт через уровне 068 66 и 071 54 и нисходящий канал вы видите через 078 32 но 76 20 и нижняя граница параллельно и нижняя граница параллельно резистансом соответственно что можно видеть на 4 часов 4 свечи забиваются вот этот треугольник образованный восходящим саппортом до нисходящим резистансом соответственно здесь вариант развития следующий при закреплении свечей ниже 7380 а это фактически уже происходит ход в зону 72 50 73 10 до саппорта восходящего канала после этого свечи возвращаются к 073 78 и только поэтому после этого пробивает канал до уровня 071 54 в качестве альтернативной альтернативного движения свечей можно предположить следующее если свечи не доходят до уровня 073 10 значит возврат в зону поддержки сопротивления до уровня 074 80 073 80 дальнейшая консолидация и здесь уже по факту выхода либо к верхней границе канала либо свечи пойдут вниз здесь следим за за уровнем 73 80 и 73 10 дальше на вызывание на дневку переключаюсь здесь всего две линии поддержки сопротивления которые образуют глобальный треугольник на дневном графике на 4 часовом графике это выглядит следующим образом свечи уже оттолкнулись от глобального резистанса и но я так понимаю они пытаются зайти в зону 068 53 пробив при этом 69 71 и 70 43 то есть при продаже новозеландца смотрим на пробой зоны на пробой уровня 69 71 в качестве альтернативного развития события в случае закрепления свечей выше 70 43 дальнейший поход до но 72 43 резюмируем следим за уровне за уровнями 69 71 и 70 43 доллар канализ переключаюсь на дневку на дневке значит красный саппорт он вообще издалека проведен и он самый глобальный который только можно положить оранжевый саппорт проведен между последним значим лову и самым последним значим лову если так можно выразиться так и что мы видим мы видим опять забивание свечей в треугольник соответственно план мероприятия по канадцу у нас будет следующий так как свечи здесь сверху дошли уже до зоны коррекции 1 30 82 1 31 68 то высока вероятность отскока в зону 1 29 43 в дальнейшем движение от этой цены будет определяться агрессивностью четырехчасовых свеч если если свечи будут достаточно агрессивны значит возможен сразу пробой до уровня 1 27 99 либо даже сразу до 1 27 0 8 но факт тот что последний на текущие на следующей неделе движение по канадцу будет примерно как-то вот так то есть идет забивание в треугольник и того резюмируем смотрим за уровнем 30 82 ждем на уровне 29 43 доллар и иена переключаясь на дневочку здесь все очень просто нисходящий красный канал поднявки каким разом построен вы увидите и сверху еще и зистом с который возможное пересечения графика с которым может быть на уровне 113 в любом случае этот уровень в ближайшую неделю две недопустим не достижим прошу прощения вечер немножко уже устал так свечи тестирует нижнюю границу канала соответственно варианта развития событий здесь также два первый вариант менее вероятный по моему мнению цель 98 97 и вход обратно в канал до уровня 101 14 как наиболее вероятный вариант выход за уровень 102 92 к следующему к следующей зоне поддержки сопротивления на уровень 105 51 106 66 резюмируем наблюдаем за уровень 101 14 102 92 и принимаем решение либо о продаже либо о покупке следующая валютная пара доллар франк переключаясь на дневку здесь все практически так же разрисовано как по предыдущим парам есть линия саппорта если не резистанса 4 часов графики выглядит следующим образом свечи движутся в верхнюю верхнюю зону к резистансу к уровню 0 98 62 при достижении этой цены вероятен отскок обратно в зону с 97 16 97 84 дальнейшая консолидация и поход до уровня 0 95 88 в случае если свечи 4 часовые будут здесь достаточно агрессивно значит будет прокалывание уровня 97 14 сразу без консолидации и поход до 0 95 88 и последняя валютная пара на сегодня это золото на дневочки четкий восходящий канал на 4 часовом графике следим за уровень за уровнем 13 37 17 в случае его обновления первая цель это ретест уже взятого уровня 30 13 57 81 и возможно сразу до 13 95 50 6 однако как мне представляется наиболее вероятный расклад событий поход до 13 37 17 и возврат обратно в зону 12 93 13 0 9 каким образом поведет золото себя после достижения вот этой зоны 12 93 13 0 9 но здесь нужно будет просто просто по этим по этим по этим уровнем наблюдать не исключаю что возможен при тест 1267 либо даже 1254 и вход обратно в зону 12 93 13 0 9 обзор достаточно сложен сейчас по всем валютным парам вы наверно обнаружили что по одному по два варианта мало бы мало когда было в основном по три варианта почему сейчас рынок еще после прошло недельных событий не спокоен я думаю что в середине недели уже будет понятно будет фунт падать сильно сильно или не будет и как поведет себе евро доллар поэтому предположить сейчас более точнее да но нет возможности по золоту я вижу вариант развития вот такого я рассказал ладно на этом все сегодня конец обзора маленько скомка у моего коллеги время у меня уже 11 час честно говоря немножко устал на этой неделе еще пару обзорчиков выложу и постараюсь записать какой-нибудь ништяк если есть варианты о чем записывать пожалуйста пишите на этом все всем пока с вами был